Тема сегодняшней лекции Эгология и проблема счастья Мы в последний раз пришли к формуле Я воздействует на мир И обнаружили, что в нашем проблемном поле Есть целая область, которую мы не выделили Надо выделить ее сейчас Вот этот самый круг Теперь будет выглядеть немножко по-другому Философия, педагогика, психология, социология А здесь в центре некоторая отдельная область Которая связана с Я Здесь регуляторика Но она связана с межчеловеческими проблемами А с проблемами внутреннего Я Вот отдельная область, которую Логично назвать эргология Но термин оказывается существует давно И придумал его первый потребил Эдмунд Буссер Примерно почти 100 лет назад Так вот Надо заметить, что это не самая общая формула Самая общая формула такая Когда Я в обе стороны Я воздействует на мир и не воздействует на Я Но если мы сужаем формулу так То мы кое-что можем сказать об этом человеке, которого Я Потому что он хочет активно достичь какой-то цели Значит, у него третий уровень Точно есть И он какую-то цель видит Он представляет себе это желаемое будущее Оно у него как бы обоснованное согласовано Значит, у него еще и шестой уровень Он может обосновать, почему он этого хочет Вот такой частный случай Вот такой модель Но в общем случае модель более общая И тут возникает проблема счастья Что такое счастье в этом случае Это как бы центральная проблема вот этой области Про эго Я бы так представил, что есть некая граница Между человеком и внешним миром И есть давление внешнего мира И есть давление изнутри Вот если человек, например, имеет развитый третий уровень Ему хочется цели достижения Это вот давление изнутри И вот его внутренние программы Начиная от самых простых Время от голода И кончая творческим самовыражением Они все И есть давление изнутри Тут возникает, естественно На этой границе точки напряжения И даже как-то можно измерить это напряжение М1, М2 и так далее Так вот, что такое Почему одно состояние лучше, чем другое Потому что сумма напряжения вот этих Ее хотелось бы минимизировать И если она, как бы, эта сумма уменьшается Меньше напряжения То человек чувствует себя более комфортно Более счастливым Разумеется, это такой процесс Поиска этого счастья Но что для этого надо знать Надо знать, что такое я И как оно вот конкретно я устроена Мы переходим к проблеме, которые мы уже смотрели Которые карта личности Какие способности у нас внутри требуют реализации И какие у нас есть возможности Которые мы хотим осуществить Но надо еще и про мир поговорить Мы, конечно, говорили про мир социологии Но это была позиция наблюдателя Такого стороннего, созерцающего А теперь, когда мы вошли в плотное соприкосновение С внешним миром То нужно построить еще несколько моделей Ну вот мы займемся этим в следующий раз